Привет всем! Мы продолжаем и что мы там собирались сделать? Скажите мне, пожалуйста, я... Чё-то забыла. Мы в отеле показывали фотографию Джены. К Спенсеру хотели поехать. Точно. Спенсер, аллоу. Можно тебе что-то показать? Я всё рассказал вам, мне больше нечего сообщить. Ясно. Тогда поехали... А, к Спенсеру, я чё-то перепутала. К Дженни. Мы собирались ехать к Дженни. Она же нам соврала. Нам портье этот или кто он, администратор. Наверное, он администратор. Сказал, что видел Дженну там. В тот день, когда убили Лизу. Да, а она сказала, что она отменила запись. Врёт. Вы не до конца со мной честны. Что вы имеете в виду? Нам придётся проехать в участок. Вот. Ещё один подозреваемый. Да. У нас же убийца и женщина, и мужчина написано. Ну-ка. Отель. Прямо давай. С обвинения... Может, с обвинения начнём? Почему вы умолчали о том, что были в отеле Сент-Теодор в тот вечер, когда убили мисс Стокс? Боялась, что вы подумаете, будто я имею к этому какое-то отношение, но это не так. Я поднялась к ней в номер на массаж, а она лежала там мёртвой. Я перепугалась и убежала. Послушайте, я не хочу, чтобы вы на меня всё это повесили. Если вам больше нечего сказать, то я пойду. Так. И чё? А у нас ничего нету. А что мы сделаем-то? Ну пусть сидит, пока у нас ничего нету. Что делать-то? Нам не подготовили эти всякие там анализы, а? Нет. Стоп. Что-то странное происходит. Что у нас есть из отчётов? В прошлые разы мы отчёты предоставляли, да? Это что? Записка. Это скрытие. Любовные письма. Это неоконченное письмо. Брошюра. Вот отчёты. Список встреч. Но единственное, что происходит, это... Подозрительно, это список этих встреч. Потому что он был зашифрован. Может быть, ей его предъявить? Кто там из этой... Из... Ой, как его там звать-то? Вот он. В лаборатории у нас. Ты закончил то, что мы тебя просили, или нет? Может, я его пустила? Может быть, он давным-давно закончил? Я просто не услышала. Блин, готовы, прикиньте. Результаты анализов, которые ты заказал, готовы. Ну, ну шо ж ты молчишь-то? Ну, ты видишь, мы не приходим. Напиши ещё одно сообщение. Ну, застряли, забыли. Фото. Ну, наконец-то. На раме отпечатки Тома Киркуда. Неудивительно, ведь это же его офис. Ну, логично, да. На раме отпечатки Тома Киркуда. Неудивительно, ведь это же его офис. Ну, всё чётко. Записка. Мне интересна записка. Извини, но на этот раз ничего не удалось найти. Так. В смысле не удалось найти? То есть записку писал не Том Киркуда. Ну, это, на самом деле, это вполне логично, потому что... Ой. А, мы можем сюда переместиться? Без неё? Серьёзно? Это что? Может пригодиться. Ооо, это её почерк. Да. Так. Мы хотим сравнить её почерк с любой... А я предположила в тот раз. Я предположила. Да, да, да. Да, да. Да. Так. Вообще-то я собиралась... Ну, ладно, давайте, раз нам можно сюда пройти, давайте мы всё здесь осмотрим тогда. А я в прошлый раз, наверное, не попала по столу, да? Можно было при ней это сделать, скорее всего. Скорее всего, да, потому что тут непонятно, то ли на ней было, то ли на столе. Ну, нет, здесь всё, больше ничего нет. Ну, давайте тогда мы переместимся к... А куда? Нам надо ждать пока результат. Ну, давайте в лабораторию. Ты ещё не готов сказать нам? Ясно. Ещё работает, придётся ждать. Теперь реально придётся ждать. Возможно, если бы я не протупила и сразу бы взяла, то мы бы... Нормально бы как... Серьёзно? Ой. Да, прикиньте. Так, Брэдшоу, всё закончено. Дженнифер закончила. Представляете? Одна секунда. Радует то, что здесь перемещаться по локациям... Это просто, наверное, самое удобное перемещение, в какое только есть в играх по локациям. Просто молниеносно. Ты просто нажимаешь на карту, нажимаешь на точку, и ты уже там. Здесь вообще заблудиться, мне кажется, невозможно. Как много всего у нас здесь. Список дел. Похоже, это список дел. Ничего обычного. Ничего необычного. Ну и чёрт, зачем мы к тебе приехали? Нам нужно вот сюда, в лабораторию. Вот смотрите, как шедеврально. Просто шедевральное перемещение. Молниеносное. Давай, Тим. Тим же, да, его зовут. Расскажи нам. Я как раз заканчиваю кое-какие анализы для тебя. Хочешь взглянуть на результаты? Жажду. Ты попал в яблочек. Тот, кто написал это, сочинил и письма, отправленные твоей жертвой. Ну вот оно! Вот оно! Вот оно! Они... Вот! И у неё интрижка, как раз нам судья сказал, что у жены интрижка. Всё точно, всё чётко. Да, это она. У нас попал этот отчёт в отчёты? Отчёты. Лаборатория, список дел. Всё, у нас есть, что и предъявить. Это всё прекрасно. А где у нас комната для допросов? О ком она находится в месте? Блин! Я чё-то... Где она? Ну-ка, давай сюда. Может, отсюда есть тоже ход? Да! Вот он! Точно, всё. Нормально, нашли. Всё в порядке. Смотрите, тут вода, еда, напитки газированные. Это как раз-таки для тех, кто на допросе. Они же вечно там, это... Чтобы получить их отпечатки, там, и всё такое прочее. Они подсовывают им воду всякую, приносят. Видимо, это вот для этого. Давай мы вот так вот. Ну-ка, женщина. Чё ты нам врёшь-то? Зубы нам не заговаривай. У нас есть доказательство того, что вы написали Лизе письма. Да. Это была я. Но вы не понимаете. Чего именно? Любовные письма она писала. Ты её убила? Последний визит. Обман. Давай с обвинением. Мне нужно знать правду о том, что произошло в отеле. Я была там. Но, клянусь, я её не убивала. Да и не смогла бы это сделать. Я любила Лизу. Наверное, вы представляете себе, что мы с Лизой делали, но вы ошибаетесь. Это были совершенно особые отношения. Для нас обеих. Серьёзно? А что он должен представлять, что вы делали? Особые отношения. Ну, хорошо, да. Значимость. Вот что, как вы думаете, что вот значимость? Что значит значимость? Ну, давайте с сожалением. Раз она говорит, что любила, надо всё-таки посочувствовать. Так, как-никак она, наверное, дорогого человека потеряла. Вы что-то праздновали тем вечером, верно? Для чего вам нужно было шампанское? У нас была круглая дата, шесть меся... ШЕСТЬ МЕСЯЦЕХ! Она сказала, что хочет мне что-то сказать. Я поделась в номер в восемь часов. Лиза всегда оставляла для меня запасной ключ, а на кровати нашла её уже мёртвым. Что произошло? Знаю, что мне нужно было остаться и вызвать полицию, но я испугалась. Послушайте, мой брак почти разрушен, но я не хочу, чтобы Том узнал почему. Он влиятельный человек, и если это выйдет наружу, то может повредить его карьеру. Ты, глянь, какая заботливая. Не, ну так ты реально молодец, да? Ну, не молодец... Ну, короче, мужу не хотела всё равно навредить, несмотря на то, что как бы у них ничего не осталось от отношений. Она не захотела разрушить его карьеру. Какая... Добрая. Воспоминания. Прямо, с лестью... Не, ну давай прямо. Не помните, может, вы заметили кого-то или что-то необычное, когда выходили из отеля? Я была потрясена и хотела поскорее уйти. Пока ждала свою машину, сошла с тротуара, и меня чуть не сбили. Мне запомнился символ рыбы на машине. Знаете, тот, который используют религиозные христиане! Я тогда ещё подумала, почему Бог допускает, чтобы такое случалось с невинными людьми. Вы ещё что-нибудь помните об машине? Водителя я не видела, но сама машина была зелёной! Папаша! Папаша! Может, он узнал не то, что она проститутка, а то, что она лесбиянка? Папаша! Блин! Наволочка! Да что ты будешь делать, сочувствующая? Значит, из уважения к Лизе вы надели и накрыли её лицо наволочкой? Нет, наволочка уже лежала на лице! Я действительно любила её, а теперь её больше нет! И теперь никто не узнает об этом! Вы хоть понимаете, как это ужасно? Так, всё, неси ей воду! Ей воды надо! Ты видишь, у неё шок от стресса и все дела! Том Кирку, да что ты будешь делать? Прямо давай! Ваш муж знал об отношениях с Лизой? О боже, нет! Ну, я думаю, что он что-то подозревал, но мне кажется, он ещё надеялся на то, что всё уладится! Да он сам был с любовницей! У меня действительно воспаление седалищного нерва! А даже, когда я попала в аварию, и с тех пор у меня проблемы со спиной! Один мой друг порекомендовал мне обратиться к Лизе! Я не думала, что влюблюсь с неё! Да и она тоже! Это просто случилось! Ясно! Развод! У нас уже сейчас это... Бегунов здесь появился! Слишком много тем для разговоров с ней! А развод? Прямо давай? А что сказал ваш муж, когда узнал, что вы хотите развестись? Нет, всё было не так! Ну, конечно, блин, так хорошо всё шло, и ты, блин... Давай вот так! Я уверен, что вы пытались защитить... Пощадить чувства своего мужа, и всё же, вы думали о разводе? Сначала я хотела убедиться в чувствах Лизы. Сначала она не знала, что думать, не обо мне, а о себе. Её родители придерживаются очень строгих взглядов, и она боялась, что они просто сойдут с ума, когда узнают о нас. Она пыталась набраться храбрости, чтобы рассказать им обо всём, вот о чём было её письмо родителям. Точно! Спасибо вам за откровенность. Подожди, твоя теория не работает. Если мать не знала о том, что у неё дочь лесбиянка, а в данный момент у тебя нет ни одного доказательства? Пока нет. Вот, я только что хотела сказать про мать, про мать хотела сказать, что мать-то, мать, мать подозрительна тоже. Причём весьма, весьма подозрительна, потому что... Ну-ка дай нам, что нам покажет наш криминальный портрет? Как она там говорила, что Лиза хотела вернуться домой, Лиза очень такая, Лиза очень сякая, папа, что ничего такого не сказала на самом деле нам. Мать более подозрительна. Мать прям вообще. Где что-нибудь? Что я хотела сделать? Свидетель, вот. Давайте поставим. Давайте попробуем мать. Там изначально было 13%. А, по-прежнему. По-моему, эта штука плохо работает. А папаша? Ну, короче, 14%. На 1% больше. Сейчас под подозрением именно родителей. Больше некому. Зелёная машина, знак вот этот рыбы, религиозная. Это только они. Амм... И чё нам делать? Это чё такое? Так, это квартира жертвы. Нафига мы пришли? Подождите, а что делать-то? Дайте я пробегусь. Когда обнаружила тело своего возлюбленной, то бежала, опасаясь навредить своему мужу. На выходе обратила внимание на зелёную машину с символом. Расспрошена Джена 2. Так подождите, а как нам найти родителей-то? Вот это что за стрелочка? Они были вот здесь, у медэксперта. Но, насколько я знаю, они оттуда уже ушли. А, нет! В смысле они не ушли? Нам же это в отчёте к какому-то... Кто там следил? Уолтер из отдела слежки сказал, что они... Верну... Они поехали в морг. Из морга поехали обратно к себе в город. Чё за враньё? Чё нас... Нас развели? Давайте ещё раз нажмём. Ну и кто из вас? Признавайтесь, вы двое. Мать прям очень рьяно так кричала. Ну, она прям накидывалась. Что у меня счастливая семья. У нас очень дружная семья. Лиза просто писала мне сотню писем, которые я не помню. Которые я не сохранила. Это всё, что я знаю. А, да? Ну, давай с отцом поговорим. Я бы хотела вам помочь, но не знаю, что ещё сказать. Мать. И что делать? Да опять эта штука высунулась. Ну и зачем она высунулась? Подождите, мы не можем, получается, с ними говорить? Я думала, мы можем с ними пообщаться. Ты чё, нового скажешь? Ну-ка. Так медленно разворачивайся. Нет. Так, подождите. Я немножко сейчас тогда... В смысле? И мы ничего не можем вам показать, правильно? Да. Ой. Улики, документы. Где это письмо? Любовные письма. Ну да, мы не можем. Всё. Мы в тупике. А-а-а, беда. Это всё, что я знаю. Ну и как мы узнаем? Неоконченное письмо. Но она им не отправила. Ну, варианты два, получается. Можно было бы зафоткать её и узнать, у партии не видел ли он кого-то из них. Ну, давайте в отель съедим. Попробуем в отеле пообщаться с вот этим вот. Он не партия, он, наверное, администратор или кто? Партия, наверное, вот этот я... Блин, он просто стоит на входе, я его и партия-то назвала. Наверное, он как раз-таки администратор. Блин. Ты всё мне испортил сейчас только что. Ты мне всё испортил. Хорошо. О том, что скажет нам... Он нам что-нибудь скажет. Поехали всех обойдём. Может быть, что-то... Кто-то нам скажет. Дельное, наконец. Ну-ка. Я сделал для вас всё, что смог. Извините, но через 15 минут я должен быть в зале суда. Да, он готовится к делу, давай не будем его отвлекать. Хорошо, чёрт бы с ним. Поехали в лабораторию, я просто не знаю... Ты что не ездишь-то? Алё! Ты что-нибудь нам скажешь, Тим? Да? Каких? Блин. Забываю, что я ему отправила-то. Любовные письма? А что, мы до этого их не отправляли? Кто бы ни был, этот Д, он пытал сильные чувства к жертве. И... Мы это уже видели, кстати говоря. Ты прикалываешься? Зачем ты мне любовные письма сейчас подсунул? Подожди, давай ещё раз их отправим. Ну-ка. Документы. Список. Любовные письма. Что-то странное. Спенсер нам скажет, ничего не знаю. Джена. Вернулась или всё ещё у нас сидит? Нет, вернулась. А всё, мы с ней не можем разговаривать больше. Но она, по сути дела, нам всё сказала. Мы её уже больше не подозреваем. Она была любовницей. И всё, на этом всё. Джерри Фултон. Вы нас завелись тут на Д одну сплошную. Но он нам тоже сейчас скажет, что... Я вам всё сказал? Отвалите. Дайте работать спокойно. Вы чё, ходите сюда? Я на вас напишу заявление. Журналисту позвоню. У меня там знакомый мэр наверняка есть очередной какой-нибудь. Почему надо дождаться, пока я сяду, чтобы сказать... Ну, конечно, всё, что я знала. Зачем надо было дождаться? Просто... А мы отправили за ними слежку, да? За этими? Поехали посмотрим. Нас ничего не пришло? Нет, ничего нету. Странно. Есть что для меня, Джен? Если я не ошибаюсь, ты не отправил мне ничего в твоем случае. Серьёзно? Мы ничего не прислали тебе? Ну, ты перепроверь то, что мы уже прислали. Тебе жалко, что ли? Блин. Ну вот, вот и тупик. Что это вот такое? Да я в курсе. Нет, я не специально. Блин. Посмотрите, что происходит. Ну, давай сюда сходим, это же отдел слежки. Ты что-нибудь проверил? Как нет? Я тебе снова нажала родителей. Я хочу снова за ними проследить. Нет, всё? Я начинаю всё. Давайте читать. Была расспрошена Лиза интрижка. Не, ну это бесполезно. Давайте сходим к шефу. Так, вот сюда. Давайте у него спросим, что он нам скажет. Нужно что-нибудь? Ну, ордер на обыск? Ну, давай. Для кого тебе нужен ордер? Сюзанна? Хорошо. Я позвоню судье и добуду ордер на обыск дома Стоукса. Да? Серьёзно? Так просто? Вот так просто? Без всего? А как мы узнаем, что тогда был нам ордер? Здесь появится? Появилось, смотрите! Дом Джералда и Сюзанны Томасбург, Пантельвания. Реально, реально, надо было вот что сделать. Я... Ёшка. Ёшкин кот! Так, папаша. Ну-ка, давайте пообщаемся с тем и с другим и осмотрим их дом. Давай мы ещё раз отправим. Мистер Стоукс? Да. Прямо? Вы не возражаетесь, если мы поговорим о сексуальной жизни вашей дочери? Конечно, возражаю! Ну, естественно. Обман? Или обвини... Давай обманем. Мы обнаружили улику, свидетельствующую о том, что вы и ваша жена знаете о личной жизни дочери гораздо больше, чем говорите. Я не понимаю... Да ёшкин кот! Вы знали, что ваша дочь была лесбиянкой, верно? Это ложь! Лиза была совершенно нормальной девушкой! Давайте предположим, что она была лесбиянкой. Как бы вы отреагировали, узнав об этом? Ну, я как христианин верю в то, что Господь повелел нам любить всех, даже тех, кто ведёт другой стиль жизни, который противоречит нашему мировоззрению. Да? Серьёзно? Так просто? Разоблачение. Сочувствующее. Да блин, очень сложно с ним общаться. Давай сочувствующее. Я знаю, что мне было бы сложно говорить о таких вещах с моим отцом. Как вы думаете, ваша дочь могла бы рассказать вам такое о себе? Если бы это было правдой, а это совершенно точно не так, то я надеюсь, она знала, что может поговорить со мной о всех своих проблемах. Мы же не варвары-детектив. Мы бы любили её и с Божьей помощью пережили бы это. Она хотела с отцом поговорить. Он сказал, что на годовщине их с женой его, он сказал, что она хотела ему что-то именно ему, причём, рассказать, но, видимо, не решилась. А он как бы и не поговорит... Ага. Ой, смотрите, у них тут прям всё в всяких картинах таких христианских, религиозных. Терпимость, лезть, прямо, да, прямо. Что по... Действительно, что по вашему терпимость? Что вы имеете в виду? Что ты за вопросы такие задаешь? Ну, давай сочувствующее. Ну, вы понимаете, жизнь современных родителей весьма нелегка, так что вы просто должны быть очень терпимыми. Каким образом? Да что за тупые эти... Мы вырастили своих детей терпимыми к чужим взглядам и пытались стать для них примером. Ну, идеальных родителей нет, но да, я пытался быть для них примером. Супруга. Ммм, давай прямо. Как бы вы определили уровень терпимости своей жены? Я не понимаю, о чём вы говорите. Да потому что он спрашивает какой-то хрей. Я понимаю, что вам это может быть неприятно. И всё же, ваша жена так же терпима, как и вы. Ну, вот оно. Вот оно. Нью-Йорк. У вас очень уютный дом. Я могу себе представить, что вам нравится здесь жить. Когда в последний раз вы один были? Вы были один в Манхэттене. О боже, я и не вспомню. Несколько лет назад. Так, машина. Давай прямо. У вас американская машина, верно? Мы всегда покупаем только американская. Да, у нас Форд. Какого он цвета? Зелёный. А что? Всё? А у нас закончились. Прикиньте, у нас закончились, но мы ещё его как бы не оправдали, да? Давайте. Спасибо, мистер Токс. Давайте походим, короче, по дому. Нам надо найти... Где твоя жена? Это что? Давай смотрим. А, вот у Лизы такая же фотография. Наш сын, Майкл. За неделю до того, как его призвали. Последняя его фотография. Ну, как-то сейчас у меня как раз-таки отец меньше стал вызывать подозрений. Хотя, возможно, он просто специально так говорит, что я бы был бы терпимым, потому что... Блин, ну просто в морге, когда мы разговаривали, мамаша вела себя весьма агрессивно настроенно к... Ну, просто... Не то, что агрессивно, она просто так высказалась там. Я прям даже... Это что такое? Не могу дальше сейчас прям... Позвони сестре Марджери. Интересно, кто такой Марджери? Я знаю. Дисковый телефон? С детства такого не видел. С детства он такого не видел. Три Каунти газет. Наверное, местная газета. Комиссия по аудиту обвиняет Харриса в ужасном состоянии дорог. Пропали без вести. Рис из дома. Смерть Карпов остается тайной. Господи. Ну и новости у вас тут. Там что? Ку. А вот и миссис Ту. Это что такое? Давайте осмотрим, потом заговорим с ней. Посуду моет. Вас ждет замечательный вечер. Ага. В виде рыбы. Христианский. Суббота, 6 марта 2004 года. Стоимость билета 37,5 долларов. Давайте разговаривать с ней. Как она сейчас будет себя вести, посмотрим. Добрый день. В такие времена вера очень важна, не так ли? Она не просто важна. Она все, что у нас есть. Я благодарю Бога за силу, которую он дал мне. Ну вот, вот, вот. Как она, вы слышите, как она разговаривает? Меня напрягает немножко это все. У нее тостер зеркальный, смотрите-ка, отражает. Да у нее все зеркальное здесь. Жертва. Давай сочувствующим. Я уверен, что вам пришлось нелегко. А что вы скажете Богу, который сообщит вам о том, что ваша дочь неудачница? Что ты вообще говоришь за странные вещи? Лиза никогда не была неудачницей. Она идеальный ребенок. Вот, вот как нам спрашивать про сексуальность? Могу представить себе, как вы были расстроены, когда она сказала вам о том, что любит женщину. Я не позволю вам очернять память моей дочери. Она была помолвена с мужчиной, с Джерри. Вот слышите, как она говорит? Видите, как она разговаривает? Она прям психует, и она прям сразу нам на того Джерри впиюхивала, блин. Мотив. Давай прямо. Вы знаете, почему ваша дочь решила поговорить с вами о своей сексуальной ориентации? Я не понимаю, о чем вы говорите. Естественно. Что за странные вещи? Давай обман или обвинение. Давай обвинение. Лиза знала, что вы не одобрите, и поэтому столько лет скрывала это от вас. Но она встретила особенного человека и решила, что больше не может держать это в тайне от своих родителей. И попыталась написать письмо. Это ложь. Это противоречит всему, чему мы ее учили. Вот. Вот она злится. Прям вообще она бесится. Папаша нормально. Ну да, нет, она... Он тоже отрицает. Говорит, нет, она нормально. Но если бы была бы вот лесбиянкой, то я бы все равно ее любил. Мы бы с этим как-то пережили бы это, как-то смирились бы. Блин, у них уже сын погиб на войне. У них одна дочь осталась. Блин, неужели она... То есть что, серьезно? Ты бы убила последнего своего ребенка? Не, ну... Вот эти христиане, они... Ой... Вообще не христиане, в принципе религиозные. Как там это звучит, что... Бойтесь религиозных людей, их боги прощают им все их грехи. Разочарование. Сочувствующее. Вы потеряли единственного сына. Лиза, последняя в вашем роду. Ваш последний шанс обрести внуков. В этом мире для женщины самое ответственное, естественное выйти замуж и родить ребенка. Должно быть, вы часто спрашивали себя, почему это произошло с ней. Пожалуйста, прекратите. Гомосексуальные отношения – это грех. Ну, точно. Она вообще, да. А, все? Опять у нас и закончилось. Хорошо. Да что ж такое-то? Нам нужны темы для разговора. Как нам доказать, что они в курсе оба были? Ну, папаша, может быть, и не знал. Он же сказал, что он собирался с ней пообщаться. Она у него... О вкусах не спорит. А что такого? Что здесь не так? Что тебе не нравится? Дом или сама картина? Хороший дом. Нормальный. В цветочках. Все красиво. Ты слышишь? Живешь в своем Нью-Йорке в каменных джунглях. Вообще не знаешь, что такое красота и зелень. Воздух, кислород дает он. Наверх тоже можно? Да, можно наверх пойти. Давайте пойдем тогда. Раз можно, значит, нужно. Это что? Это что? Что это? Это что? Давай сюда сходим. Здесь закрыто. Там закрыто. Крест. У них даже на подушках, смотрите, все вот такое вышито. Гомосексуальные отношения это грех, сказала нам Сюзанна Стокс. Интересно. Что? Что это? Какая-то дева-ангел-сарфы. Ничего не нажимается кнопка. А, нужно типа нажать. Так. Долго еще? Воу. Очень тяжело прицеливаться. Да, блин, хватит. Я сейчас ошибусь. Ой-ой-ой. Раз. Два. Три. Четыре. И назад, да? Да сколько можно? Два. Три. Четыре. И снова первый раз. Так, здесь два. Три. Четыре. И через одну первое. Да, блин. Серьезно? Издеваетесь, что ли? Вот это и... И снова это. Раз. Так, два раза вот это. Потом вперед. Одну назад. И два раза вот это. Да, наконец-то. Ужас какой-то. Какой долгий просто сейчас. Тут еще их так много. Они так близко друг к другу. Тяжело заметить, какая... Хорошо, да, они хотя бы через одну чередовались. И было просто. Оли Байбл, да? Да. Это что-то такое? Это от... Какая Лайза? От Лизы. Я хочу... Письмо! Так она его все-таки написала? Дорогие мама и папа, я хочу поделиться с вами одной важной вещью, потому что я вас обоих люблю. Скрывать это от вас стало слишком тяжело. Я чувствую, что между нами появилась невидимая стена и что я не могу рассказать вам то, что происходит в моей жизни. Я встретила особенную женщину, которая затронула мое сердце, как никто другой. Ну вот кто-то из них знал. Поэтому я узнала, что я лесбиянка. Надеюсь, вы примете меня такой, какая я есть на самом деле, потому что я хочу, чтобы вы оба были в моей жизни. Я предчувствую, что в ближайшие месяцы нас ждут непростые отношения. Пожалуйста, помните, что я благодарна вам за все, что вы для меня сделали. И всегда буду любить вас обоих. Лиза. Кто из вас получил письмо? Нет, ну вообще, если честно, кто из вас? А мы не можем отправить, на отпечатки проверить? Шкатулка с арфой. Но это явно, это явно не попашено. Это явно... Подожди, там еще была дверь? Это явно вот с Сюзанной. Так, ну почему ты по лестнице так видишь? Вот это что? Нет. Больше нет ходов, значит, только туда. Ну пошли. Давай с ним поговорим, конечно. Я не отвлекаю вас. Вовсе нет. А он хоть телевизор смотрит или что? Символ рыбы. Давай вот так. На вашей машине нарисован какой-либо из этих символов? Да, у меня и у миллионов других христиан. А что? Просто интересно. Той ночь. Надо угадать. Давайте прям. Да, в черт с ним, с этим угадыванием все равно тяжело. В тот вечер, когда умерла ваша дочь, вы ездили куда-нибудь на своей машине? Нет, я был дома. Моя жена уехала в Кэмден к своей сестре Марджори. Она навещает ее пару раз в месяц и остается там ночевать. Она не очень хорошо видит в темноте. Ну все. А, мы видели телефон Марджори. Нам надо позвонить Марджори, верно? Сейчас звоним или сначала говорим с ним? Давайте поговорим. Ой. Мы здесь не были. Давайте осмотрим здесь. Этим журналам уже месяцев восемь. Ну и что? Ему понравились эти номера. Да, он телевизор смотрит. Я уж думала, может он это вообще просто в стену смотрит там на крест, на картину, на что? Это что такое? Опять с ним говорит. Не-не-не, не надо. Не надо. Вопасть. Камин у них есть, смотрите-ка. Наверняка эти записи предмет коллекции. А, это виниловые пластинки, да? Как нам... Это все то же самое? Это он? По ходу дела, да. Нет. Как нам в кухню попасть? Прикиньте, это... Как это сделать? А, вот сюда! Тьфу ты, ну ты. Так, мы сейчас... Прошу прощения, миссис Толкс. Письмо родителям. Лесть прямо... Сочувствуюсь. Я уверен, вы бережно хранили все письма Лизы. А как насчет письма, которые мы нашли в вашей Библии? Вы ничего не знаете о нашей семье. Мать, как у нее надо спрашивать-то это? Мы обыскали ваш дом и нашли письмо, вложенное в вашу Библию. Мы знаем, что Лиза рассказала вам о своей сексуальной ориентации. Это было несерьезно. Она просто на меня злилась. Какой позор. Ну все, это она. Это она. И поэтому вы убили ее. Только Бог может даровать жизнь или смерть. Нет, ну это явно что-то странное. Хорошо. Пойдем звонить Марджори. Давай отойдем от нее. У нас здесь телефон, да, зафиксировался? Да. Нет. Мистер Аткинсон, это кто? Ну давайте позвоним. Пусть это... Алло? Это Марджори? Да, это я. Я детектив из отдела по особо важным делам. Приношу свои соболезния. Спасибо. Это такая трагедия. Жертва. Спасибо, Марджори. Пока-пока. Че? В смысле спасибо? До свидания, ты обалдел? Звони. Здесь проблемы с управлением. Здесь что-то происходит. А, это, наверное, не мистер, это миссис. Или мисс. Это снова детектив Горан. Это первый раз ей мы... Как это произошло? Жертва? Эээ, прямо? Что вы можете рассказать мне о Лизе Стоукс? Она моя племянница. Племянница. Вот и все. Прекрасно. Вот и пообщались. Я уверен, что Лиза была замечательной племянницей. Когда вы видели ее в последний раз? Она слишком редко меня навещала. Кажется, это был прошлый день благодарения. Занна. Полагаю, это очень тяжело в наше время. Тяжелое время для вашей сестры Сюзанны. Конечно. За один год она потеряла обоих детей. Я знала, что это был дурной знак, когда пару дней назад у нее сломался автомобиль. И ей пришлось отменить поездку ко мне. А потом произошло это. Это все словно какой-то кошмар. Все. Все, короче. Она убила. Она убила свою дочь. Вы прикиньте, у нее погиб сын на войне. У нее остался один ребенок. Единственная дочь. Все. И она убила ее, потому что узнала, что та лесбиянка. Серьезно. То есть для тебя было настолько... Ой, вот эти вот... Я говорю, религиозные. Это вот они бывают такими... Прям... Ну вот серьезно. Вот папаша, он же тоже религиозный, да? Ну вот... Нет, она прям... Визит. Давай мне... Мы говорили с вашей сестрой. Вы не поехали к ней. Я поехала в город, чтобы поговорить с Лизой. Мы поговорили, вот и все. Она поняла, что заблуждалась. Она поняла, что поступает дурно в глаза Господа. И решила встать на правильный путь. Мы помолились. А потом я уехала. Че ты врешь-то? Да. Да, прям. Так я ей поверила. Травма. Что за травма? У кого травма? Где травма? Мы полагаем, что убийца Лизы должен был получить некоторое повреждение. И что? Как ты, блин, спрашиваешь? Давай обвинение. Улики, найденные на месте преступления, свидетельствуют о том, что тот, кто напал на Лизу, получил небольшие травмы. Закатывайте рукава. Вы не заставите меня сделать это. Что ж ты будешь делать-то? Ну, это все... Ну, блин, ну это же кошмар. А для него это какой удар сейчас будет для... Вот, как вот Джеральд зовут, да? Это же вообще ужас. Последствия. Ну, что и как нам говорит. Я получу санкцию суда, а до тех пор вы будете находиться в тюремной камере. Мне все равно, что вы сделаете со мной. Я поступила так, как поступила бы любая мать, которая хочет защитить свою семью. Я сказала, что ей лучше умереть. У нее хвостилась сила воли сделать это самой. Вы сказали, что Бог решит, что станет с Лизой. Вот почему вы пытались выдать это за самоубийство. Ведь самоубийство грех. Тогда вы могли бы пойти в церковь, и все стали бы сочувствовать вам. Но дочь-лезбиянка, ведь это бросило бы тень на вас, а вы не хотели жить с таким позором. Просто убить ее было недостаточно, верно? Накажи грешников. Хорошо. Никак не пойму, как во имя Господа можно убить собственного ребенка. Она не могла вынести такого позора. Так что она посчитала, что поступает правильно. В тюрьме ей скучать не придется. Жесть. Преступление против природы. Мать созналась в убийстве дочери-лезбиянки. Сюзанна Стокс. Окружная тюрьма Нью-Йорка. Дело закрыто. Закрыли дело. Закрыли дело. И думаю, что на этом надо закрыть серию. Кого мы отправимся расследовать в следующий раз? Энники? Бенники? Ели? Валенья? Давайте решим в следующий раз. А пока что завершим. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...